друзья привет помните вот эту машинку да это m5 не так давно ее снимал на канале но это не значит что приехал ее снимать еще раз друзья она мне понравилась тогда думаю все это знаете но чтобы я взял нет но приехал друзья сегодня в этот салон чтобы снять ее продолжение на нее продолжение продолжение линейки компании это или же huawei так что друзья сегодня у нас будет на обзоре новый это m7 погнали смотреть так ребят эта машина вызывает салоне не бывалый ажиотаж ну как видите она находится в салоне huawei потому что она принадлежит компании huawei да смотрите друзья размеры длина 5020 миллиметров высота 1775 миллиметров ширина друзья 1945 миллиметров и колесная база друзья у него 2820 миллиметров про вес ничего не сказано к сожалению от брошюрки дали они брошюрку но думаю что где-то две с половиной тонны он точно будет весить смотрите у нас в салоне стоит базовая комплектация на заднем приводе здесь у нее катки должны быть 20 до 255 50 r20 такие же катки будут стоять и в средней комплектации на полном приводе только в топовой комплектации будет стоять 21 катки 265 50 r21 принципе на 20-х она смотрится тоже неплохо раз мы здесь уже давайте сразу посмотрим ее клиренс так минимальная точка у него должна быть где-то наверное вот тут как раз под рычагом давайте посмотрим 19 2 сантиметра друзья не самый высокий паркетник но в принципе неплохой багажничек у нас конечно же есть электропривод так он сзади выглядит девочка стоит так и вкусно пахнет вот видите багажника у нас здесь особо и нету я думаю что то должно быть чем-то закрыто да тут судя по всему просто убрали на рашки никто не стащил тут у нас есть доступ к аккумулятору фьюз бокс жидкость наркота доливается напишите в комментариях если знаете это для пробитых колес жидкость понятно аптечка и прочая фигня как видите багажника здесь практически нет если разложенный третий ряд сидений естественно его можно сложить вот так он это делается делается это все вручную кстати возможно это только в базовых комплектациях но честно говоря вас по брошюрке нету в описании того что в топовой комплектации будет электроскладывание ну и откровенно сказать даже сложенным рядом багажник тут вообще небольшой так давайте сейчас его померяем вот крайние точки давайте сиденье метр и 8 сантиметров а стойки к стойке метр двадцать грубо говоря от сиденья к потолку 87 сантиметров небольшой багажник тут есть у нас еще розеточка вот 220 вольт 120 вольт прикуриватель две лампочки раз-два и и такие в два крючочка с одной стороны и с другой стороны это для натягивания сетки как я понимаю чем машина это гордится производителями виду тем что него должно быть очень хорошее звучание по всему периметру салона но посмотрим потом послушаем так сидушки мы поставим назад это делается не очень удобно рядом со мной стоит мальчик пытается материться на китайском если вы так что на английском если вы только что услышали вот так в общем ничего сверхъестественного друзья электропривод есть пойдемте смотреть салон так салон есть у нас от выдвигающиеся ручки забегая на перо скажу что только в топовой комплектации в максимальной есть доводка дверей тут доводки как видите нету большие зеркала сразу видно большие зеркала сделано все здесь качественно да как в м5 в принципе тоже сделан дай бог кожа на по во всех трех комплектациях акустика huawei sound тоже во всех трех комплектациях электро доводка окон тоже есть и кстати и передние задние окна звольным стеклопакетом пожалуйста тоже хорошо тут у нас дерево тоже очень похоже что дерево вот сидушки о чем-то мне напоминает сидушки лип мотор с 11 скажите вот может быть мне так кажется но что-то в этом есть естественно электрорегулировка их есть поясничный отдел тоже есть торпеда из мягкого пластиков есть проекция во всех трех комплектациях давайте сядь так но тут явно сидел маленький китачик давайте назад отъедем вот очень комфортно друзья сидушки прям очень комфортно смотрите место для головы у меня больше чем с кулак и это сижу довольно таки комфортно что вижу даже в этом край капота перед собой руль хороший обхват да все лаконично да как в м5 было только немножко мне кажется какие-то кнопочки вот эти как будто дешевенькие знаете такие но может быть и нормально так адаптивный круиз регулировка у нас регулировка кстати рычажком может быть в топовой комплектации будет электронная там тоже этого не написано вот вынесена у нас здесь пробег на батареи пробег на бензине акустика huawei sound как я и говорил сверху у нас есть камера для селфи для распознатут для распознавания владельца не владельца именно водителя кнопочки сенсорные вот такие вот и панорама вот с люком пожалуйста тоже есть вот дальше две беспроводные зарядки huawei supercharge для владельцев телефонов huawei это конечно просто бомба вот видите тут даже есть еще обдув их если телефон перегревается кулиса выбора режима езды вообще бриллиант это в танк 500 он такое было похоже красиво очень красиво вот это конечно все будет царапаться видите отпечатки пальцев только так можно рисовать там всякие сердечки нарисовать можно пальцем да это понятное дело вот два подсаканника таких небольших подлокотник который открывается вот так вот двухсенсионно холодильника в нем нет холодильника в нем нету есть только лампочка юсб порт и еще один прикуриватель вот бардак бардак большой глубокий обшитый но без подсветки все вы на этом как бы все ну конечно да ну тут наверно должны быть лампочки да у водителя и скорее всего у пассажира судя по всему так же сам у пассажирки думают будет есть ваша жена и красивое зеркало заднего вида но основная фишка конечно друзья это вот эти вот планшеты которые стоят это что в м5 который там стоит что в м7 качество ну просто бомбейшие я не знаю тут наверное 90 герц потому что он работает очень хорошо не так вот прям скажу прямо двигать мега отзывчиво там прям мгновенно перелистывание думаю 90 герц тут есть не 120 точно но поверьте для автомобиля это ой как хорошо это очень прекрасно плюс ко всему это романе а с это ну как бы теперь уже не android хотя по факту все она работает на открытом коде android и судя по всему сюда можно будет попробовать поставить свои приложения у кизли подключаете и думаю что через а пока шки они сюда установятся это вполне возможно мне к сожалению проверить не дадут сегодня но возможно это есть во всем остальном экран такой же самый как на пятом вот камеры хорошие камеры ничего там всех естественно просто хорошие камеры да пожалуйста вот так вот можно их вывести 4 камеры сюда сразу не помещается все чтобы еще вам показать здесь да в принципе особо нет чего больше видеорегистратор пожалуйста фотки с друзьями вот пофоткали здесь ну куда вот передняя камера вот так вот да и все пойдемте дальше да и забыл сказать что английский язык здесь есть ребят вот переключали мы только что вот пожалуйста все предельно ясно services можно выносить виджеты вот эти вот всякие как вот в андроиде ну прикольно прикольно ребят хорошая система вот не зря huawei телефоны бомбически правда хоть китайцы пользуются знаете 5050 huawei android iphone но huawei сейчас у них превосходит хороший экран правда очень хороший открытие от багажника здесь можно сделать открытие всех на закрытие всех окон открытие-закрытие еще не включение-выключение кстати да вот я не знаю будет его видно не будет сейчас у нас там скорость и когда будет навигация включена будущую стрелки показывать все но во всем остальном ребят ну классная машина хороший давайте посмотрим там задний ряд потому что именно им славится вот этот м7 погнали как раз я вовремя пересаживаюсь на задний ряд вот вам смотрите показывает преимущество китайцу этой машины то есть именно правое сиденье в левом такого нету есть атаманка и она раскладывается так вот максимально комфортно видите что переднее сиденье уезжает и тут вы едете просто по-царски в лесяне l9 как вы знаете тут есть телевизор он бы тут бы наверно был как бы как раз тему смотрите какой кайф это просто получается диван а это сиденье самое простое да но это электрическая регулировка кармашек для рогашек пластиковый есть да что у нас тут еще есть вентиляция подогрев сиденья есть управление музыкой и едва депси порта 166 ватт 2 сколько там 16 вот да во всем остальном ну так узнаете сидеть здесь нормально я вот как бы вам сказать но нету такого что меня прям вау эффект тут вообще то есть как бы хорошая машина хорошая но что-то такое чтобы я прям сказал что такого где-то не видел вообще нет вот это второе сиденье тоже такое же нормальная комфортная кожа на по это вещь вот это сто процентов говорю то есть как реально запах машине во первых такой приятный прям дорогой запах и сиденье просто очень качественные очень комфортно и действительно бомба но тут еще третий ряд есть давайте да вот сейчас пройдем тут спокойно можно так вот прогуляться по машине не особо комфортно да я там стою немножко далеко поэтому ноги мне аквити не особо помещается и я тут особо не помещаюсь не третий ряд тут вообще бесполезный ведь у меня только метр семьдесят восемь человек повыше меняют даже не сядет третий ряд вообще даже не рассматривайте и видимо на него особо не ставили потому что туда же минимального юсб порта нет просто вот подстаканника два не все ну колонки на а ну вот обдув . не ребят третий раз здесь вообще бесполезен пойдемте смотреть под капот не знаю дадут ли мне сейчас заглянуть под капот туда хотя если не дадут там и особо не расстроимся потому что там смотреть нечего там все зашито 1 2 стрел ячейку пандоры так ну тут точно все зашито будет я в этом даже не сомневаюсь я вообще не открою чтобы понимали в менеджер эту работу так знаете просто просто они есть а вот ухты а вот это решение очень интересное кто не знает никогда не найдет знаете ну вот как видите все зашито тут еще даже вам пленочки на вот этом бренде это висят это последовательный гибрид брали они его конечно же по примеру ливана да конечно то есть дополнительная шумоизоляция вот машинки вот как я раньше сказал их три комплектации тут нас стоит базовая базовая комплектация на заднем приводе топовые две комплекта две комплектации одна топовая да не топовая на полном конкретно вот это у нас базовая комплектация друзья работает она с двигателем на 200 киловатт 360 метров крутящего момента у него в топовых добавляется еще один электродвигатель то есть суммарно 330 киловатт и 650 ньютон метров крутящего момента как бы все во всем остальном разница у них никакая только исключительно в приводе батарея стоит абсолютно одинаковая тройная литиевая на 40 киловатт часов жидкостным охлаждением и с подогревом друзья вот так что смотрите самое интересное это то сколько она проезжает машина сейчас вот эти тесты новые cltc это ну как бы сказать они очень щадящие то есть вот я взял брошюр куда не буду скрывать смотрите по cltc эта машина проезжает на батареи на заднем приводе 230 километров на полном приводе 200 реально минус 50 60 вот точно потому что по индисе даже они там где-то писали что минус 50 километров да то есть 180 и 150 на полном соответственно друзья с бензиновым генератором так он работает здесь как именно как генератор то есть они приводят в движение эту машину на заднем приводе она проезжает 1220 километров на полном 1100 километров но не знаю сколько это реально но можете смело отнимать 30 процентов мне кажется и там же стоит еще у нас бензиновый генератор ну будем говорить двигатель по факту полтора литровый турбированный какая у него мощность непонятно тут нигде этого не скажем и какой расход тоже нигде не сказано потому что они наверно не хотят ну словно говоря напугать потому что они считают это электрической машиной полностью но там менеджер поговорился что среднем где-то шесть половиной литра должен быть расход ну как бы я думаю что так оно и есть вот такая друзья машинка но теперь самое интересное это цены давайте сейчас про них и поговорим друзья а цены ребят на самом деле очень и неплохие смотрите конкретно вот это вот машина у нас это базовая комплектация цена ее 319 тысяч 800 юаней следующие комплектации 2 они полноприводные вот смотрите 2 339 800 и топовая 379 800 то есть у них друзья 40 тысяч разницы что вы получаете за 40 тысяч юаней в топовой комплектации вы получаете 21 катки раз вы получаете дополнительный выбор цветов это вот этот зеленый вот этот голубой по-моему и какой-то еще там в общем три цвета дополнительный выбор цветов да и друзья в комплекте с этой машиной в топе будет идти вот это вот зарядка холлой по mount charger вот такая вот она обычная gbt вот а да и забыстрять еще будет автоматическая доводка дверей в топовой комплектации как видите в базе и в средней комплектации этого не будет вот как бы так друзья что я могу сказать про эту машину понравилась она мне да взял бы или себе вообще нет вообще нет я бы взял бы ливан именно 1 ливане l9 цена плюс минус та же самая только ливан раз проверенный 2 ливан больше в ливане хотя бы есть багажник и ну как по мне он более солидный это все-таки знаете такая хорошая игрушка как по мне да вот те кто любят там вот эти крытые экранчики ховая система это это топ правда вот все это будет работать обалденно во всем остальном не знаю что-то сверхъестественного этой машине я не увидел не знаю возможно я ошибаюсь так что вы запишите в комментариях что вы думаете по этой машине понравилась ли она вам если да ставьте лайк если вам машина не пора все равно ставьте лайк будем продвигать наш канал спасибо что досмотрели это видео до конца до скорого друзья до новых видео всем пока пока